Наука и технологии на телерадиоканале Страна ФМ Аудиологии ООО ФОНОК СНГ Все правильно я сказал? Нигде не ошибся Спасибо, что пришли Спасибо вам за то, что вы делаете Давайте вот начнем с чего Ну тема обширная, интересная всем Потому что слух интересует всех У некоторых даже он с годами падает Не будем показывать пальцем Увы, бывает и такое Давайте начнем с... Вот как правильно назвать науку? Физиологии слуха, сурдологии или как это? Ее можно называть по-разному, Влад Ее можно назвать, конечно, и физиологией слуха, и сурдологией Но сурдология это более практическое приложение физиологии слуха Уже врачебное, если можно так сказать, приложение ее Аудиология, более широкое название Которое объединяет и физиологию, и сурдологию То есть и теоретическое, и практическое исследование в области слуха Так что называть можно как угодно Мы отзываемся на любое название Ну то есть она изучает и там хороший слух нормальный, и отклонения какие-то, да? Там частично потери... Сурдология в большей степени изучает, конечно, отклонения от нормы Тогда как аудиология и физиология в широком смысле этого слова Изучают как норму, так и патологию И может быть как раз на основании изучения нормы Находят пути для решения каких-то проблем с патологией слуха Слушайте, ну вот смотрите, вы заговорили о патологии слуха, да? Есть какие-то вот, какая-то четкая градация Когда можно говорить, что у человека отклонение Ну потому что у каждого человека бывает, да? Ну вот плохо что-то услышал, там потом сходил к врачу И оказалось, что все нормально, слава богу А вот именно тот момент, когда у человека начинаются проблемы Совершенно верно, существует и четкая медицинская градация Она, правда, несколько различается в разных странах И есть, если можно так сказать, бытовая градация Как ни парадоксально, сам человек, страдающий нарушением слуха Не первый из тех, кто замечает вот этот свой недостаток Если можно так выразиться Замечают прежде всего окружающие Вот как только вам говорят, что, милый мой, что-то мне кажется, что ты стал плохо слышать Вот это тот самый момент, когда есть повод обратиться к врачу Для того, чтобы проверить Причина ли это просто рассеянности, усталости Или действительно есть какие-то начинающиеся проблемы со слухом То есть близким людям надо все-таки прислушиваться Как правило Когда ты говоришь, а, что? Да, 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 да Вот тут начинаются проблемы Совершенно верно А почему вы говорите, что в разных странах совершенно разные градации? Уж у всех одинаковые или все одинаковые? Ну, физиологически Она не совершенно разная Она несколько отличается Например, если в России вообще снижение слуха в медицине принято называть не очень благозвучным словом тугоухость Я его не люблю, но другого не существует Ну, звучит корявенько как-то, да? Звучит несколько корявенько, совершенно верно Так вот, тугоухость у нас считаются средней потери слуха, начиная с 25 децибел Если говорить точными цифрами А если простым языком, это когда человек что перестает слушать? Какие звуки, которые нас окружают? Шепот на расстоянии 6 метров Вот если человек не слышит шепота на расстоянии 6 метров То в этом случае можно заподозрить, что у него снижение слуха хуже этих самых 25 децибел За рубежом же, в зависимости от возраста, того, кого оценивают, так скажем, с точки зрения потери слуха А также в зависимости от страны, от 15 до 20 децибел критерий вот этот варьирует А в таком случае скажите, что, ну вот конкретно, что для слуха человеческого вредно? Чего делать нельзя или нежелательно? Ну нельзя там, нежелательно, скажем так Нежелательно, наверное, так скажем Вообще факторов, которые могут привести к нарушению слуха, достаточно много Но одним из самых распространенных бытовых, назовем его, факторов, это воздействие громких звуков Потому что, ну, мы не можем с вами коренным образом изменить экологию, поменять то, что мы едим, пьем, чем мы дышим Это не всегда в наших силах А вот защитить себя от слишком громкого шума, это мы можем и должны В частности, увы, одним из самых распространенных источников вот этого слишком громкого шума И, соответственно, источников потенциальных нарушений слуха, нельзя сказать, что у всех обязательно, но, по крайней мере, потенциальных таких кандидатов на снижение слуха достаточно много Это музыка в наушниках в громкой обстановке, скажем, в метро Не очень хорошая новость сейчас была для всех нас Увы Мурас Георгиевич Гвелесиани, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, руководитель отдела аудиологии ООО «Фонок СНГ» Вот теперь от начала до конца все проговорил Слушайте, мы с вами закончили на том, что... Почему нельзя слушать, например, громкую музыку в наушниках? Дело в том, что это достаточно слабо контролируемый процесс Особенно, если вы слушаете ее в шумной обстановке В тишине, да, я согласен, что большинство из нас сможет установить тот уровень громкости, который ему комфортен, без особого вреда для себя и для своего слуха Но если мы с вами вспомним, что очень многие люди слушают музыку, в том числе в метро Причем не всегда в изолирующих наушниках, которые как бы отделяют, ограждают ухо человека от окружающих звуков Им приходится повышать громкость в своих наушниках достаточно до высокого уровня, чтобы, если можно так выразиться, заглушить окружающий шум Для того, чтобы человек воспринимал музыку адекватно, то есть именно как музыку, а не какие-то фоновые звуки, к которым надо дополнительно прислушиваться Музыка должна быть на 30-40 дБ громче окружающего шума Уровень шума в метро, например, в вагонах старых модификаций, старых серий, около 90 дБ 90 дБ плюс 40 это 130, а это уже запредельное для нашего слуха значение А вот скажите, давайте дадим конкретный совет тем, кто нас слушает Ну сейчас век технологий, век гаджетов, каждый второй практически в наушниках, да, мы это видим У кого-то аудиокниги, у кого-то иностранный язык, кто-то изучает, кто-то слушает музыку Какие наушники лучше? Потому что есть открытые совсем, да, которые воспринимают окружающие звуки всякие И хорошие, и нехорошие, громкие, да, а есть полностью закрытые Я так понимаю, лучше слушать в закрытых все-таки Чем меньше проникновение звука, да, тем это полезнее То есть если, можно так сказать, чем закрытие наушники, тем оно лучше, да Чем больше они способны изолировать наше ухо от окружающих звуков, тем лучше Потому что тем ниже громкость, с которой мы будем слушать музыку, аудиокнигу, ну или любую другую аудиоинформацию Слушайте, ну а если все-таки у человека произошла вот такая штука, что он потихонечку знакомый, как вы говорите, да, родные, близкие, рядом, которые находятся, говорят, что что-то у тебя не то Слушаем в последнее время Вот я хочу поговорить о коррекции Так Здесь что, нужно идти к врачу? Нужно идти к врачу, к врачу-сурдологу или к отуриноларингологу, который перенаправит вас при необходимости Не вас, упаси бог, того, кому это нужно, перенаправит к сурдологу И уже сурдолог, врач-сурдолог выберет необходимую форму, меру коррекции А вот смотрите, есть такая точка зрения, что, ну если это, грубо говоря, не простуда какая-то, да, то есть не медицинский вопрос, но слух начал падать Есть шанс, что, каков шанс, что можно произвести коррекцию и все вернется вот на те 100%, которые были до этого? Существует два, две формы снижения слуха, в частности, вот вызванные воздействием избыточным шума Одна из них это так называемый временный сдвиг порогов, когда все возвращается к норме после того, как прекращается вредное воздействие Иногда с помощью какого-то дополнительного лекарственного воспомоществования И, наконец, существует постоянный сдвиг порогов, когда из-за чрезмерного воздействия и регулярного воздействия шума вернуть полностью слух невозможно Вот тут действительно применим термин коррекция, как очки, зрение они мне не вернут моего, они не исправят моей близорукости, но они позволяют мне на постоянной основе видеть хорошо Соответственно, то же самое может сделать, например, и слуховой аппарат, то есть при регулярном ношении, естественно, при условии, что он правильно подобран, он корректирует недостаток слуха, не исправляя, к сожалению, самого положения Ну, об аппаратах мы с вами еще поговорим сегодня, у нас будет время, друзья, напомню, у нас в гостях Теймурас Георгиевич Гвилисяни, и мы к вам вернемся через несколько минут Друзья, на телерадиоканале Страна ФМ прямо сейчас продолжается наша программа наука и технологии В гостях у нас сегодня Теймурас Георгиевич Гвилисяни, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, руководитель отдела аудиологии ОФОНОК СНГ Говорим мы сегодня о слухе, так правильно будет сказать, наверное, да? Да, конечно А уж подробнее мы поговорим позже, вернее, сейчас продолжим наш разговор Смотрите, вы говорили о том, что главная причина – это, говоря проще, громкий звук, да? Которого стоит избегать Одна из самых распространенных причин А плюс к этому, какие еще причины, ну, говоря простым языком, подсаживают наш слух? Ну, есть причины Что влияет? Да, есть причины, с которыми мы бороться, по крайней мере, в настоящее время еще не можем Например, генетическая предрасположенность, которая не обязательно начинает действовать сразу же, начиная с рождения Иногда есть так называемые отсроченные генетические снижения слуха И здесь мы пока, к сожалению, бессильны, потому что генная инженерия, да еще и с человеком, она пока еще не распространена Тимир Розгерыч, можно чуть-чуть поближе к микрофону? Да, пожалуйста Потому что я начинаю пугаться, что у меня что-то происходит Конечно, конечно, конечно Уже происходит Да, прошу прощения, да Из других же факторов стоит упомянуть экологию Тяжелые металлы, например Достаточно распространенные в прошлом, к сожалению, менее актуальные в настоящее время Использование некоторых антибиотиков, например, антибиотиков аминогликозидного ряда Они отличались относительно дешевизной и очень широким спектром действия Поэтому их использовали как самые применяемые, самые распространенные антибиотики К сожалению, в высоких дозах и без должного контроля они могут привести к снижению слуха Стойкому, постоянному, то есть, по сути говоря, к потере слуха Не обязательно Ну, то есть в этом случае, если нет особой нужды, то лучше и не пользоваться Вообще лучше не пользоваться антибиотиками без особой нужды, как мы с вами знаем Во всяком случае, не посоветовавшись с врачом А уж тем более аминогликозидом Ну, исключая вариант, когда из двух зол выбирает сами, значит, что Там уже некуда деваться, что называется Продолжая вопрос, выбирая из двух зол Препараты, которые используют при онкологических заболеваниях Например, препараты с исплатином Они почти всегда приводят к нарушению той или иной степени слуха Но здесь выбора нет, речь идет о спасении жизни Так что поэтому, естественно, здесь говорить об отмене или замене этих препаратов Чем бы то ни было другим не приходится А вот скажите, любую ли степень потери слуха можно откорректировать и поправить? Вообще, как это происходит? Почти любую Существует два основных направления коррекции Или подправления, как вы выразились, потери слуха Одна — это слуховые аппараты То есть акустическая коррекция Условно говоря, избирательное звукоусиление на разных частотах Другая форма коррекции нарушений слуха — это кохлеарная имплантация Это уже электроакустическая коррекция, когда звук преобразуется в электрический сигнал Передаваемый непосредственно в мозг через вживленный во внутреннее ухо электрод Как правило, применяется при больших и очень больших потерях слуха, когда слуховой аппарат не столь эффективен Но это когда у человека практически 100% Практически в бытовом понимании, да, 100% А на сколько процентов, чисто математически, слух все-таки выходит к норме? Вы знаете, удается поднять, если можно так выразить, чувствительность слуха Приблизительно до первой-второй степени снижения слуха То есть в бытовом понимании это может быть даже незаметно в общении Какие-то очень тихие звуки, отдаленный шепот Да, такой человек вряд ли будет воспринимать, по крайней мере, в достаточной степени Но учиться, общаться, выбирать практически любую профессию Ну, кроме космонавта, скажем, или пилота, ему ничто не помешает Но это же операции, да, проводятся? Это операции Она сложная? У нас их делают? Операция сложная, у нас они делаются В нашей стране делается более тысячи таких операций в год Выросло уже целое поколение отухирургов Которые успешно и на высочайшем уровне проделывают эти операции Давайте мы прервемся ненадолго Друзья, будьте здесь, а страна ФМ Мы скоро продолжим наш разговор Друзья, на телерадиоканале страна ФМ продолжается программа наука и технологии Тимурас Георгиевич Гвилисяни Сегодня у нас гостя, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Вопросы к вам приходят, друзья, кстати, забыл напомнить Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте Ватсап и Вайбер, плюс 7909-928-189-9 Тимурас Георгиевич, вопрос следующий От нашего слушателя или зрителя Кстати, вот он написал, что им 35 лет Это важный момент, насколько я понимаю А что, если я слышу достаточно неплохо, спрашивает он Но при этом, когда мне говорят, бывает, что не разбираюсь слов всех Хотя говорят достаточно громко и внятно Раньше такого у меня не было Вот Что можно посоветовать? Можно посоветовать Если говорят громко и внятно и в тишине То в таком случае действительно есть повод Но если не для беспокойства, то, по крайней мере, повод для того, чтобы проверить свой слух Потому что, по сути дела, начинается нарушение слуха Не с того, что человек перестает внезапно слышать окружающие звуки Оно развивается достаточно постепенно Поэтому начинается с того, что мы чего-то или кого-то недослышим Маленькие дети, женщины То есть те, у кого голоса достаточно высокочастотные Если нам становится трудно их понимать Не слышать, а именно понимать и слышать И мы их будем, естественно То это повод обратиться к врачу или, по крайней мере, проверить свой слух Но опять же, учитывая возраст, потому что он пишет 35 лет Ну, рановато Рановато, рановато После 50, к сожалению, вот как и со зрением Есть такое понятие, как возрастное снижение зрения Происходят и возрастные нарушения слуха Конечно, если они становятся заметны нам И окружающим, то есть повод задуматься не только о проверке слуха Но и о его коррекции В том числе и о коррекции возрастного нарушения слуха Тимир Росгеворович, ну, отдельная история, как понимаю, это детский слух Правильно я о правде не дал? Конечно, конечно Детский слух, а когда дети вообще начинают слышать? Еще будучи в утробе мамы Еще в течение первого триместра беременности Когда закладываются наши органы слуха Ребенок начинает слушать Вот почему в последнее время очень популярно Советовать молодым мамам, будущим мамам Разговаривать со своими детишками Ласково можно даже читать им книжки Называть их по имени, если имя известно И пол ребенка даже такое говорят Не ругаться при детях Не ссориться, потому что они все это слышат Это когда мама находится в положении? Когда мама находится в положении Там внутри достаточно хорошо слышны окружающие звуки Чуть-чуть срезаются высокие частоты А так, в общем-то, звук передается достаточно хорошо Ну так вот, рождается ребеночек, собственно говоря, уже с готовым слухом Да, он пока еще не понимает того, что слышит По крайней мере, он не понимает речь как таковую Но он рождается уже слышащим Это если все хорошо А вот если, не дай бог, есть какая-то проблема Причин достаточно много Все перечислять очень сложно Это и генетическая предрасположенность Это и некоторые болезни мамы В частности, краснуха, перенесенная во время беременности Это и желтуха новорожденных Некоторые другие факторы Так вот, если ребеночек рождается с нарушенным слухом Во-первых, теперь у нас есть очень высокий шанс Выявить это еще в роддоме Во всех родильных домах России Используется система так называемого всеобщего Иногда его называют универсального Это калька с английского Универсал Скрининга слуха То есть всем детишкам обязательно перед выпиской Проводится исследование слуха С помощью безболезненного для них И занимающего считанные секунды метода Эта программа должна действовать И насколько я знаю Действует по крайней мере Более чем в 90% случаев То есть более чем в 90% родильных домов И родильных отделений России И вот если заподозрят нарушение слуха Ну после этого есть целая программа Целый расписанный, так скажем, по этапам Путь, который должен пройти этот ребеночек Чтобы, во-первых, подтвердить Действительно ли это так И если так, то принять соответствующие И своевременные меры Смотрите, по полу детей Вопросы посыпались От мам в том числе, конечно В первую очередь Мария пишет Не вредно ли чистить ребенку уши ватными палочками? Вредно, если вы Все это делают, между прочим Вредно, если вы стараетесь достаточно глубоко Простите за выражение Запихнуть эту палочку в ухо Очищать палочкой серу можно Но у самого входа в слуховой проход Дело в том, что наше ухо Снабжено своим собственным защитным механизмом Оно выталкивает серу Из глубины наружу Поэтому вот залезать куда-то глубоко не нужно Достаточно просто очищать Краешки слухового прохода То есть буквально пройтись Вот этой ватной палочкой У входа в слуховой проход Ни в коем случае Не глубже, чем на несколько миллиметров А как правильно поступить в случае Когда, ну вот знаете, бывает Я думаю, что у многих людей это было Когда ухо заложило просто Тому может быть несколько причин Это не заболевание, а просто заложило Потому что много серы, да? Это может быть так называемая серная пробка Да, да, да Да, естественно В таком случае прежде всего удостовериться Что это действительно серная пробка Пойти к врачу Он заглянет вам в ушко С помощью отоскопа Или другого прибора Предназначенного для этого И назначит соответствующее лекарство Либо просто промоет ухо Ещё один вопрос Смотрите, вопросов много на самом деле Потому что тема актуальная Как выяснилось для многих Вопрос по теме наук и технологии А сенсорная тугоухость Приобретённая лечится ли? Нейросенсорная или нейросенсорная тугоухость Так её называют Другой синоним сенсоневральная Знаете, для наших радиослушателей Это одно и то же Приобретённая лечится ли она? Если это внезапная или острая тугоухость В определённом проценте случаев Она вылечивается Внезапная и острая Она может быть вызвана Сосудистыми проблемами Интоксикацией Рядом других причин Шумом Рядом других причин Но если она перешла в хроническую фазу Вылечить её, к сожалению Полностью невозможно Тут речь должна идти о коррекции Ну вот тот же самый человек Который написал про сенсорную тугоухость Приобретённую лечится или нет Спрашивает напрямую Куда можно прийти к вам на приём? И можно ли вообще это сделать? Непосредственно ко мне на приём прийти Увы, невозможно Потому что я не занимаюсь Практической деятельностью Наша компания является представителем Если можно так сказать Консультативно-технологическим Мы оказываем поддержку нашим коллегам Но, к сожалению, не принимаем пациентов Вы можете зайти на сайт нашей компании Могу ли я его назвать? Абсолютно Fonac.ru И в разделе «Контакты» Можно найти ближайшего к вам Врача-сурдолога Или ближайший центр Который работает с нами И, соответственно, окажет вам И диагностическую, и при необходимости Коррекционную помощь Друзья, мы продолжим Говорить о слухе и проблемах с ним О том профилактике Вообще, обо всём, что касается слуха С Тимуразом Георгиевичем Гвилисиане Совсем скоро Оставайтесь вместе со страной ФМ Через несколько минут продолжим Друзья, телерадиоканал «Страна ФМ» Продолжается программа Наука и технологии В гостях у нас Тимураз Георгиевич Гвилисиане Кондитант медицинских наук Старший научный сотрудник Руководитель отдела аудиологии ООО «Фонак СНГ» Вопрос к вам пришёл очередной Их сегодня огромное количество Добрый день! Пишет нам слушатель или слушательница Подскажите, что... А, слушатель мужского пола Подскажите, что делать? Крик души Мне 30 лет, сколько себя помню Не слышу правым ухом вообще Хоть из пушки стреляй Когда проходил комиссию в военкомате Проверяли, ничего не слышу В чём вопрос заключается Можно ли что-то сделать Или всё-таки чудес не бывает? Сможем обнадёжить человека? Ну, ответим на вторую половину Чудес не бывает действительно То есть, если ухо не слышать На протяжении фактически всей жизни То сделать здесь, к сожалению, ничего нельзя Есть практика В нашей стране она практически не применяется А вот за рубежом иногда используется Это провести кохлеарную имплантацию На глухом ухе Но у взрослого На одном глухом ухе При слышащем втором Хочу подчеркнуть Но у взрослых людей Такая операция неэффективна Потому что не даёт Ожидаемого результата По крайней мере, разборчивости речи На этом вот глухом ухе Что можно сделать? Если отсутствие слуха в этом ухе Мешает общаться в определённых ситуациях Скажем, рядом с сидящим Со стороны глухого уха собеседником И это принципиально То можно воспользоваться технологией Так называемой кросс Или передачей сигнала С глухого уха в слышащее С помощью специального устройства Напоминающего внешний слуховой аппарат Подробнее об этом Можно будет узнать у специалиста По коррекции слуха Или зайдя на наш сайт Ну а чисто вот механически Это такая очень сложная история? Тяжелая или Это в порядке вещи сейчас уже? Это не сложная история И подобные случаи встречаются достаточно часто Как правило, у людей Которые по роду деятельности Связаны с тем, что им необходимо Слушать голоса Приходящие и поступающие к ним С обеих сторон Человек не может повернуться Слышащим ухом к собеседнику А между тем ему что-то говорят В его глухое ухо Вот в этих случаях вполне можно помочь Ну и ещё раз человеку Мы всё-таки посоветуем Наверное сходить к хорошему врачу И там уже ему всё расскажут Бывают чудеса Безусловно, дадут послушать Дадут примерить Проверить эффективность этого метода И только после этого Уже окончательно прийти Давайте вернёмся к детям Мы же о них начали говорить Но не успели договорить Главный вопрос, который задают родители Что делать молодым родителям Если вдруг они почувствовали Что-то неладное со слухом ребёнка Маленького совсем Вот на что стоит обратить внимание На что стоит обратить внимание Да, прежде всего Не всегда в голову родителю Особенно молодому Приходит, что это именно проблема со слухом Потому что проявляться она может Как бы в некой рассеянности ребёнка Отвлекаемости Ребёнок может не обращать внимания На громкие голоса людей Находящихся в комнате Вы знаете, в маленьком возрасте Очень часто обращают внимание На то, что ребёнок не просыпается В своей кроватке или колыбельке При очень громких звуках То есть, ну, например Салют за окном Все вздрагивают Ребёнок спит Как ни в чём не бывало Это может быть и абсолютно физиологичным явлением И абсолютно физиологической реакцией Но, тем не менее, повод задуматься есть Позднее начало речи Иногда говорят Да, мальчики, они ленивые Они начинают говорить позже Нет, если ребёнок в очевидности Говорит, начинает говорить позже Или не начинает говорить В то время, когда сверстники уже начинают говорить Это тоже повод задуматься Так что я бы постарался Я бы попросил родителей Обращать внимание вот на такие косвенные признаки Потому что ребёнок не пожалуется Мама или папа, я плохо слышу Он просто не знает Что и как он должен слышать Но если есть какие-то подозрения То лучше обратиться и к доктору И ликвидировать, устранить эти подозрения Либо, если мы всё-таки нашли некое снижение слуха То чем раньше мы начнём его корректировать Тем успешнее будет наша деятельность А вот со взрослым понятно Если говорить о детях У них есть какая-то профилактика Ну, я не знаю, там, диет соблюдать Ну, звучит глупо, наверное, конечно Особенно в таком молодом возрасте В наушниках они тоже вряд ли слушают Грункую музыку, да? Нет, к сожалению, вот в самом раннем возрасте Какой-то профилактики нарушений слуха не существует Чуть в возрасте, чуть постарше Профилактика всевозможных вирусных инфекций Верхних дыхательных путей Это один из способов профилактики Но одно дело это посоветовать Знаете, не простужайтесь Второе дело это не простужаться У меня внучка, которая, в общем, раз в неделю сопливится Ходя в садик Так что, поэтому это, конечно, достаточно, так скажем Благие намерения, не всегда воплощающиеся в жизнь Но, тем не менее Профилактика вирусных заболеваний В том числе и вредных дыхательных путей Важный момент, потому что оно может привести... Тимур Расгерыч, мало времени остаётся Куда обратиться родителям, которые почувствовали Проблемы со слухом своих детей? У нас есть... Ну, к специалисту Это прежде всего Но если нужна поддержка со стороны других родителей Так скажем, делёшь опытом, как говорится Или целенаправленный ответ специалистов На поставленные вопросы В режиме онлайн ли Или в режиме вопрос-ответ То есть прекрасный сайт Phonak.defiskids.ru Phonak.defiskids.ru Пожалуйста, заходите туда Регистрируйтесь Тимур Расгерыч Гвилисяни был у нас в гостях Большое вам спасибо Спасибо вам Было очень интересно приходить ещё Спасибо вам за приглашение Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому!